В этом списке более тысячи солдат, которые мужественно отстояли право на мирное небо над головой и тем самым защитили честь своей страны и народа. По сей день сотрудниками музея продолжается поисковая работа по выявлению без вести пропавших и погибших ингушских героев. Перечень пополняют сами родственники. В 2015 году, утвержденный сотрудниками и согласованный с Госархивом Республики, список в 6540 человек был выгравирован на мемориальных плитах, расположенных на Аллее памяти и славы. В нашем музее существует список без вести пропавших и погибших во время Великой Отечественной войны. Таких мы утвердили в количестве 6540 человек, не вернувшихся с фронта и неизвестных, где они захоронены. То есть на всех фронтах Великой Отечественной войны находятся могилы неизвестных солдат, и вот они там лежат, наши земляки. Но вместе с этим мы собрали список этих имен, и вот небольшой список мы смогли разместить в нашем небольшом зале. Ингушский государственный музей краеведения в этом году отмечает свое 50-летие. Он возник благодаря поисковой работе самого участника Великой Отечественной войны Тугана Мальсагова. На основе собранных материалов, экспонатов и документов в музее предоставлены археологические, художественные и культурно-исторические составляющие национальное богатство народа республики. После того, как в 2014 году указом президента была утверждена новая памятная дата – День неизвестного солдата, выставка расширилась и пополнила списки героев. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Глядя на эти снимки, можно увидеть, сколько стараний и боли передает каждый из них. Патриотизм и желание принести победу – вот что преследовало солдат ради спасения страны. Подрастающее поколение не меньше интересуется историей своей страны. Фотовыставку, посвященную неизвестному солдату, посещают школьники со всей Ингушетии вместе со своими преподавателями. Полученную информацию используют при написании изложений и во время участия в различных проектах и конкурсах. К нам недавно тоже приходил мальчик со второй школы города Назрань. Он тоже участвовал во всероссийском конкурсе, где он занял первое место и получил сертификат. У него была тема «Великая Отечественная война», где он подробно рассказывал про жителей нашей республики, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Каждый подвиг достоин внимания. Привести в пример можно судьбы тысяч отважных героев, которые ценой собственной жизни одержали победу. Сегодня хочется рассказать об одном из них. Махмуд Хамхоев проявил мужество и стойкость, участвуя в Великой Отечественной войне. Был удостоен высокой награды. Из истории известно, что когда попал в окружение Рокоссовский Константин Константинович в Сталинградской битве, нашему земляку Махмуду Хамхоеву было дано задание вывести его из окружения и перевести на безопасное место. Ему была выделена разведгруппа, как нам известно, в количестве 150 человек. И это задание он с честью выполнил. И он был спасен. И за это ему был подарен именной пистолет. Его представляли к званию Героя Советского Союза. Помимо портретов и списка героев в музее предоставлены также снаряды, обмундирование и награды солдат. Экспонатов так много, что было принято решение расширить территорию музея, а затем выставить все, что находится в отделе хранения. Окунуться в историю, прочувствовать ее, увидеть может каждый из нас, осмотрев экспозицию в ближайшее время. Мадина Цора, Хамзат Халхаев, Новости 24.